Наследственность. Хочу вас обрадовать. Если часто говорят, что миома передается по наследственности. Если была аденома, то есть это онкологическая, у мужчин, то это будет и в поколении, в мужском направлении, в мужском поколении. То есть это не передается. То есть передается образ жизни, передается мышление. Очень часто говорят, у меня у бабушки была миома, у меня у мамы миома, значит у меня она тоже будет. То есть человек что делает? Он сам себя программирует на то, что у него это действительно произойдет, а на уровне подсознания это к этому и идет. Однозначно. То есть в наследственном факторе, именно в воспалительных процессах, репродуктивности, то есть только у вас нет генетических изменений, то есть если клетки уже не мутировали, генетические изменения, то это по наследству не передается. Травмы, опять же, травмы, они не влияют в большом аспекте на развитие всех процессов, которые встречаются именно в женской головой сфере и в мужской, в количестве. Движение, если мы мало движемся, у нас не движется лимфа. Если лимфа не движется, все бактерии, вирусы, паразиты, то есть они просто у нас хорошо сидят. То есть лимфа это мусорное ведро. У каждого органа есть свое мусорное ведро. Лимфа у женщин это выделение из влагалища. То есть у мужчин то же самое, выделение из половых органов. Что мы начинаем делать? То есть когда человек кашляет, мы хотим остановить. Нос течет, мы пытаемся это все остановить. Лимфа, то есть организм предупреждает, что кто-то внутри находится, он вызывает брожение, он вызывает воспалительный процесс. И через лимфатическую систему организм хочет это выбросить и показать вам, что что-то происходит, найдите и уберите причину основную. То есть очень важно, если человек лежит на диване, не движется, то есть сейчас века динамии, у каждого есть практически в семье машина. Мы садимся и добираемся до дома, а дома пришли, мы говорим, мы устали, ложимся на диван. Очень важно, чтобы даже у кого есть машина, одну остановку пешком проходить. То есть пешком обязательно лимфа должна двигаться. Как только, я всегда говорю, радуйтесь, когда у вас выделение. Потекло из носа, потекло из уха, радуйтесь. То есть это не там осталось, а у вас сигнал, что где-то есть проблема, и вы должны ей заняться. Это очень важно. Вредные привычки, которые повлияли бы на репродуктивную систему, я бы не сказала, что они есть и влияют. То есть вредные привычки у нас это алкоголь, курение, спать на животе, смотреть телевизор одновременно есть, да, спать на боку спать, то есть разговаривать по телефону в туалете, книжку читать. То есть это все нарушено, что другие процессы, но это повлияет. Это все вредные привычки. На репродуктивную систему они не влияют. Биоэнергетика. То есть биоэнергетикой вы можете сами собой заниматься. Очень часто биоэнергетика это ваша реакция на то, что вас окружает. Потому что очень большое количество людей, мы реагируем по-разному. У всех энергетика разная. У кого-то что-то произошло дома, да, плохое настроение. То есть вот эта аура, она переполняет нас. Мы сходим на базар, нет, чтобы прийти с базар и порадиться тому, что произошло. То есть мы раздавлены, у нас слабость, то есть мы пытаемся полежать. То есть мы нахватались энергетики других людей. То есть, ну, ваше отношение к себе и ваше внутреннее состояние, то есть, может спокойно это убрать. Сейчас я советую просто, когда вы приходите там с базара, с работы, с кем-то вы там сцепились по работе. То есть в этой ситуации просто, когда вы приходите на воду, это встать под воду. И вся энергетика, которая была, она потихонечку с этой водой уйдет. То есть это работа над собой. Экология, мы не можем повлиять на экологию, чтобы она не воздействовала на инфродуктивную систему. Но если, например, беременная женщина или ребенок, или девочка в подростковом возрасте, вокруг нее люди, которые употребляют алкоголь, да, постоянно перегар стоит. Люди, которые курят, задымленность, постоянно используют аэрозоли различные. То есть это может вторично повлиять, что репродуктивная система с опознанием или с нарушением будет раздеваться у этого ребенка. То есть ребенок будет отставать в развитии. И время. То есть очень важно не пустить время. Потому что часто люди говорят, не сейчас, не сегодня. У меня сегодня времени нет, у меня там мероприятие. То есть я не откладываю все вот эти процессы на дальний план. И вот сейчас по этому причинному фактору я хотела бы просто пройтись. Вот смотрите, бесплодие. Психология на бесплодие, она влияет. То есть есть просто несколько шагов, которые могут повлиять. То есть психология, то есть насколько мы подготовлены к тому, что репродуктивный процесс, как он будет функционировать. То есть мы рассматриваем этот вопрос. Вода влияет. То есть если ваше межклеточное пространство засорено, если там большое количество брожения бактерий, глисов, глибков, то это может привести к первичному или вторичному бесплодию. Еда. Если ваша еда не содержит весь комплекс микроэлементов, минералов, то есть если организм у вас истощен, то есть если вы больше употребляете фастфуды в этом направлении еду, то, конечно же, это может привести к бесплодию. Потому что не вырабатываются женские половые гормоны, не вырабатываются мужские половые гормоны. Потому что большое количество продуктов питания влияет на подавление женских и мужских половых гормонов, на их выбросы и норму выработки. Это приведет к бесплодию. А БПГД однозначно. Если у вас есть хламидийная инфекция, если у вас есть герпес, если у вас есть уреоплазма, микоплазменная инфекция, то есть это все виды инфекции, которые вызывают и простатиты, и воспалительные процессы в женской половой сфере. Хламидия и уреоплазма передаются от мамы ребенку. Это заболевания, которые передаются половым путем. То есть это может повлиять на появление бесплодия. То есть медикаменты, да. То есть очень часто я сталкиваюсь с тем, что большое количество людей начинают регулировать нарушения гормональной функции, назначая гормоны. Если ваш организм не насыщен микроэлементными минералами, и которые необходимы для половой сферы и женщин и мужчин, гормоны вы ничего не атрибулируете. Гормоны только помогут изменить свидетельство ее, нарастить ее внутри матки, но повлиять на яичники, на выработку яйцеклеток, на созревание яйцеклеток. То же самое у мужчин, основной орган, который вырабатывает, это яичка. То есть вырабатывают мужские половые гормоны. То есть не повлияют никакие гормональные препараты, которые назначают и мужчинам, на выработку этих гормонов. То есть основной гормон у мужчин это тестостерон, который отвечает за мужское начало. Гормон, который отличает мужчин от женщин. У женщин эстроген. На то и другое влияет то, что... Означает гормоны. Влияние медикаментов. Очень важно. Наследственность не влияет на бесплодие. Абсолютно. Травмы, да, может быть, если какая-то травма была, были ситуации, когда удаляют там во время травмы половые органы, основные репродуктивные органы, да, это может быть как последствия того, что произошла травма. Движение не влияет абсолютно на то, что развивается бесплодие. Вредные привычки нет, не влияют. Биоэнергетика, экология, время не влияют. То есть мы делаем акцент на то, что психология, как мы настроили, контроль воды, контроль еды, а БВД-дейка очень важно. И насыщение организма. Эрозия шейки матки, эрозия шейки матки, аднекситы, вот девочки говорили, трубы, да, проблемы с трубами. Воспалительный процесс в трубах. То есть основной процесс происходит снаружи. Да, то есть поднимается вверх воспалительный процесс, потому что уреоплазма, хламидия, трихомонада, гонорильная палочка, да, диплококик, вирус герпеса, гепатит В, гепатит С, они все передаются половым путем. То есть происходит инфицирование, что делать? Это поднимается вверх процесс, и он идет от свеческой матки по трубам. Воспаление идет передаете на яичники. У нас берут и прижигают шейку. То есть рубцовый процесс здесь образовался, а основной воспалительный процесс инфекции остается выше. И это уходит глубже, и отсюда идет дисплазия, нарушение ткани внутри матки, и отсюда идут аденомиозы, эндометриозы. Воспалительный процесс переходит в трубы, потому что это сообщающиеся сосуды. То есть если воспаление здесь, оно обязательно перейдет дальше. То же самое происходит и у мужчин. Если воспалительный процесс идет в предстательной железе, изменения идут в самой железе. Сначала это развивается и под диагнозом простатит. Назначают антибиотики, массаж, промывание. Но процесс находится глубже. Инфекция остается, потому что антибиотики инфекцию не убирают, а загоняют чуть глубже. Но здесь процесс усугубляется, и за счет этого сужается мочеиспускательный канал. И основная жалоба мужчин это нарушение мочеотделения. Затрудняются, или ночью встают, или боли при мочеиспускании. Потому что как только пережимается мочеиспускательный канал, воспалительный процесс уходит выше в почки и начинает беспокоить почки у мужчин. по мочеточникам лет. То есть мужчина идет к кому? К терапевту, лечит почки, говорит, почки болят, а проблема идет ниже. Как только вы решите вопрос с усугубительным процессом, почки тоже отпустят. То есть этот процесс можно решить. То же самое, следующее, миома матки, миома и адренома предстательной железы. Тот же процесс. То есть моя работа, когда я делала диссертацию, кандидатская диссертация, я брала узлы биоматозные и проверяла на то, что же содержится, мне было интересно, что находится внутри узла. И проводила, когда исследование Бак-Пасева, оказалось, что именно в узлах находятся колонии, колонии это скопление, уриоплазмоза, таксоплазмоза, хламидии, цитомигаловируса. То есть что происходит? Так только вы найдете возбудителя и правильно его определите, и проведете хороший курс противовоспалительной и рассасывающей терапии, узлы уходят. Важно не упустить время и не довести, чтобы ваша матка увеличилась, а ее определяют по неделю. до 12-15 недель беременности, по неделю вам придет, там 5 недель беременности, миома размер идет, там 6 недель, не ушла. То же самое идет и у мужчин. Не запустить процесс. То есть здесь идет безвоспалительный очаг и колония бактерий. Как правило, у мужчин вызывает одномпредитательные железы, это трихомониаз, диплококия, это гонорея и уриоплазма. И уриоплазма в первую очередь влияет на сперматозоид. То есть она прицепляется к хвостику сперматозоида и за счет этого теряется способность. Да? Есть головка, тело и хвост. То есть сперматозоид, я себя говорю, рыбка без хвоста. Рыбка без хвоста она не может добыть до пункта назначения. Она как поплавок держится на поверхности. То есть это вызывает и уриоплазма, и хламидитет и диплококия. Это очень важно. На этом можно было сконцентрироваться. Мастопатия это орган у женщин. Он поражается вторично, но вопрос психологии это не принятие себя как женщин. Если женщине в себе что-то не нравится, цвет волос не тот, нос не тот, там поправилась, ноги не такие, лицо испортится. Женщина находит в себе изъяны. Она не принимает себя как женщина. Плюс хламидия, герпес, уриоплазма или таксоплазмоз, то есть цитомигаловирус, присутствие бактерий или вирусов. То есть образуются узелочки. Эти узелочки начинают воспаляться, уплотняться, и у кого-то кистозный, у кого-то фиброзный, то есть более плотный. То есть это все идет. Если вы разложите по причинным факторам, то опять же увидите, что психология, межклеточное пространство у вас, там идет хорошее брожение, и вы создали почву для размножения вирусов, бактерий, паразитов. Еда, то есть неполноценная, не содержит нужные микроэлементы, минералы, которые помогают нормальной выработке женских и мужских половых гормонов. Нерациональное использование медикаментов. Если вы будете постоянно регулировать свои нарушения менструального цикла гормональными препаратами, ни к чему вы не придете. Появите ли лишний вес, или вы посадите печень, потому что они все препараты проходят через печь, идет нагрузка на печень. То есть вторично идет поражение печени. Поражение печени по цепочке идет поражение сосудов. Сосуды это нарушение кровоснабжения. Поражаются сосуды нарушения кровоснабжения, это приводит к застою. Застой в малом тазу первое развивается сначала нарушение, мочистательных каналов, мочеспускание у мужчин, застой в малом тазу. Застой приводит там, где застой, вот как затор в арыке, размножается инфекция. Вся хроническая там хламидия, уребовод, который сидел сто лет назад, когда-то, ой, молодости, мужчина говорит, у меня когда-то в молодости я лечился, начинает активизироваться и стало хорошо. Создали почву, там темно, сыро, разрастается. Застой приводит потому что они размножаются. За счет этого идет спазм, сужается мочистательный канал. С костей ушел кальций и кремний, образовались уплотнения. Эти уплотнения могут занимать все пространство предстательной железы. То же самое все пространство матки. матки. Эти процессы, они разбегаются по всему организму. Потому что у нас кровь течет, а на организме очень важно на этом концентрироваться. Вопросе, вы знаете, по рот своей деятельности, когда я раскладываю, ко мне приходят люди, я говорю, мне не сложно с каждым сесть и объяснить, почему у него это происходит. когда я начинаю раскладываться по 12 причинам, я говорю, давай разберемся. Я говорю, аденома, пробежаемся, я говорю, ты видишь, на чем тебе нужно сделать акцент? Мастопатия, трубы, то есть везде тут у вас будет есть основные причины. То есть нужно захотеть быть здоровым, договориться с собой, договориться с своей второй половинкой. Второе, это проконтролировать всю воду, которую вы пьете, потому что межкрешечное пространство должно быть как горный ручеек. для того, чтобы там не застаивалось, никакие бактерии, вирусы, паразиты там не застревали. То есть мы не дали создавать им комфортную зону. Контролируем всю еду, которую мы употребляем. Если наша еда не богата микроэлементными минералами, то есть у нас не будут нормально вырабатываться гормоны. Это очень важно. Очистка обязательно. И я сейчас хотела бы, во-первых, показать, какую воду я употребляю. И последнюю получаю уже 6 лет. То есть я столкнулась с тем, что проблема миомы матки, несмотря на то, что я занималась сама наукой, и моя тема была миомы матки. Три года назад я обследовалась сразу в лицах и клиниках, то есть мне поставили говорит, у вас миома 6-7 недель. Я говорю, опа, приехали. Я говорю, сапожек без сапог. Я опять же не понимала, потому что в своей практике моя тема была основной направлена как сделать так, чтобы орган сохранить. Не всем же удалять, а сохранение органа нам преподавали, что нужно только благодаря гормональному препарату. То есть гормональный препарат, я сказала бы, так, я принимать их точно не хочу, я принимаю их действие, я не буду. Значит, есть другой путь. Тогда я стала искать путь, я сталкивалась с человеком, который показал мне причины. Разобравшись в своих причинах, я начала с самой первой. То есть я начала, вспомнила все свои претензии, свои первые половинки, у меня оказалось с претензией к папе, мы ему когда-то что-то, потому что ты сказала, я через года несла эту обиду своему родному папе. Каждый раз, когда я это вспоминала, то есть я понимала, что это меня захватывает, значит, это меня еще держит. Три узла. Папа, первый брак и супруг. Я говорю, три обиды. Я стала работать над этим в первую очередь. Следующий шаг, то есть мне показали, я говорю, я воду вообще не пью, я очень люблю кофе, потому что по роду детям, чтобы не заснуть на дежурстве, мы выпиваем банку кофе на дежурстве, потому что роды, операции, я других жидкостей не употреблялась. И человек, который показал мне этот путь, она говорит, есть вода, которая несет кислород, есть вода, которая несет жизнь, эту воду пьет долбражительно. Я ее пью, если ты хочешь, ты можешь эту воду употреблять. И я просто покажу, то есть я попала в клуб с дороги. То есть я хочу посмотреть то, что я употребляю, и пойдите, моя семья. То есть это коралловая вода, то есть это кораллы санга, при добавлении в воду, то есть вода меняет свои показатели. Потому что я бываю во многих городах, и я везде проверяю воду, качество воды. Я сам срустен, что хорошей воды, к сожалению, сейчас нет. Если раньше в детстве вы, я не знаю, в Казахстане это было и нет, в Узбекистане, у нас на улице стояли фонтанчики. Фонтанчики с водой, мы эту воду употребляли. Сейчас этих фонтанчиков нет, мы даже из-под крана будем детям пить воду. То есть качество воды меняется, может быть мне только помочь. Вот смотрите, это вода, обычная вода из-под крана, то есть это прибор, который есть во всех магазинах, который занимается техникой, который помогает определить заряд воды. То есть есть ли у воды очень много показателей. Более подробно у вас здесь в городе Алматы есть удивительный клуб здоровья, который существует уже 13 лет, и там проходят открытые клубы здоровья, где показывают людям качество воды, что нужно делать, чтобы не заболеть. То есть желающие могут просто с теми, кто их пригласил сегодня, попасть на те школы, то есть они абсолютно бесплатные, люди от сердца дают информацию, и там уже замеры сделать воды. Опять такая вода. Вот эта вода у вас идет обычно, здесь мы набрали из-под крана. То есть у воды много показателей, есть три основных. Вода должна быть живой, вода должна быть живой, живая вода или мертвая ее определяет заряд. Если у воды идет заряд, минус это живая вода, она нам дает энергию. Раз мы пьем живую воду, межклеточное пространство у нас не дает возможность для размножения бактерий и вертопаразий. Вот эта вода, то есть допустимая норма существует, допустимая норма плюс 50, плюс 60 милливольт. Это допустимая норма, которую дает вод. Если ваша вода отвечает этим показателем, скажите, пожалуйста, заряд какой-то. Это вода из-под крана. Почему и сейчас пить нельзя? То есть допустимая норма это вода, которая базу навредит. Если показатели больше этого, то есть это вода техническая, в принципе. Вот за рубежом там уже пишут во всех гостиницах очень не видно убедительная просьба не употреблять воду из-под крана. Даже для чая. Для этого они ставят вот такие диспенсеры, кулеры ставят воду, вот понимаете, потому что эта вода фильтрованная. 330 примерно здесь. Во сколько раз вода, то есть эту воду действительно нельзя употреблять. заряд воды всегда меняется. И у вас в Казахстане есть места, где водитель неплохая вода. У вас есть неплохая вода. Я делаю замеры воды в Москве, там есть районы, где вода плюс 700 показатель. В Узбекистане, ну туда дальше не передавать, потому что мы по времени сейчас... Смотрите, есть районы в Казахстане в Казахстане там вода к тому же еще и соленая. Соленая, даже бутылированная она соленая. И при добавлении коралла заряд воды меняется. Минус 150, минус 170, то есть вода обогащается кислородом, это очень важно. Заряд минус. Заряд минус он дает энергию. То есть мы в принципе живем за счет энергии. Минус 150, примерно. Минус, это просто то, что я пью. Вот смотрите, и сейчас в своей практике, то есть я расскажу лично о себе, то что я делала. Вопрос миомы я решила за 4 месяца. За 4 месяца миома 6-7 недель. но до этого я уже занималась своим здоровьем. Я шла по этому пути просто для себя. То есть у меня не было тогда не изучала диагноз миома. Просто потому, что я занималась, я уже пила где-то полгода эту воду. Я уже раз в год делала очистку кишечника для себя, потому что мне показали путь. но когда была программа поставить диагноз миома, вот то, что я не знаю. Я же все не знаю, что я сама употребляю. Мне сказали, тебе нужна хорошая, противовоспалительная, бактериальная программа. То есть бактериальная, то есть вы знаете, честно говоря, нужно хотя бы раз в год женщине и мужчине обследоваться. Обязательно. хотя бы делать вот так звуковую исследованию. Я просто хочу для тех, кому интересно. Кора уравиного деева. То, что я сама сейчас подписала, чтобы не перепутать с друзьями, которые со мной живут. То есть кора уравиного деева издавна древние индейцы употребляют ее при всех воспалительных процессах. То есть это кора, на которой не растет ни грибок, никакая инфекция не размножается. То есть кора уравиного деева бактериальную программу я обязательно включаю, потому что у меня очень много пар и бесплодных пар, и люди, которые были с Дианой Зимневой марки и которых готовили на операции. То есть я всегда говорю, ваше стопроцентное доверие исполнению того, что я делаю и довериться моему опыту. Потому что для меня важен результат. Кора уравиного дерева я даю грудным детям. Это настолько безопасный продукт. Это обогатители еды. То есть я это все добавляю в свою еду. Параллельно с едой я это употребляю. Я не употребляю последние 6 лет ни один фармацевтический препарат. Потому что для меня пример мой сын. 10 лет мы были на сильнейших антибиотиках, мы были на учете в институте. Нам ставили серьезный диагноз. Оказалось, это банально аскориды. на сегодняшний день ребенок 18 лет и я боюсь его аллергиями. Потому что я посадила его на сильнейшие антибиотики и витамины. И ковид, я говорю, за 10 лет он, наверное, съел целый вагон из этого пиковита и выпил. И жидкого, и таблетировал. Поэтому у меня последние 6 лет ни одного, кроме зеленки и ваты, с аптеки, пластыри, мозоли. Я ничего не беру. И моя семья не использует фармацевтический препарат. Карамурайное дерево я даю по 5 капсул 3 раза в день. 21 день. Это бактериальная программа, должна быть комплексная. Карамурайное дерево действует практически на все виды бактерий, вирусов и паразитов. Плюс еще на грибок. Если после приема антибиотиков вам потом означает ни статин, ни статиновые свечи, карамурин дерево, она убивается только для двух зайцев. Я говорю, никакие ни статины вам не нужны, потому что грибка не будет. Эту же капсулу, я всегда говорю, использовать местно для женщин в виде тампонов. Для мужчин, если на половых органах появятся какие-то язвочки, болячки. То есть добавляется вот есть Сингер Макс в жидком виде, то есть это коллоидное серебро, это вот мой любимый продукт, это и для грудных детей, то есть это безопасный продукт, который действует более чем на 650 микроорганизмов. Если антибиотик самый сильнейший, у вас действует примерно на 10, на 15 максимально, это последнее поколение антибиотик, штамп микроорганизмов, коллоидное серебро действует на 650. То есть это можно капать и в нос, и в ухо. я беру коллоидное серебро, я говорю, немножко женщине, я говорю, берем из-под крема посуды очень много, то есть немножко взяли коллоидного серебра, я говорю, добавляем одну капсулу коры муравленного дерева, есть сильвергель, потому что я сейчас его не привезла, то есть то же самое только в виде геля, я говорю, или же сильвергель, буквально вот капелюшечку, один грамм, перемешали и тампончики 10 дней ставим во влагалище. То есть вся грибковая инфекция, весь воспалительный процесс у вас будет прямо на тампоне, вы будете это видеть. То же самое мужчина. Если на половых органах есть трещинки, болячки, обрабатывается, я говорю, коллоидным серебром и сверху можно засыпать, просто открыть капсулу коры урального дерева. То есть программу также я включаю обязательно. Где? 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 Это люцерна. Люцерна кору альфа. Я вообще ее обожаю, я даю ее даже беременным женщинам. Это продукт, который мой сын без люцерна не живет. Он как бы мама закончила с моей люцерной. Это синейший сорбент. Это растение. Он забирает все токсины, все, что у вас скопилось в организме. Люцерна чистит сосуды и удаляет ненужный холестерин, потому что нам нужно хорошее кровоснабжение. Нам нужно, чтобы у нас хорошее кровоснабжение было в половых органах, чтобы не было застоя. Люцерна укрепляет сосудистую стену. Это профилактика кровотечения. Если у женщины обильные месячные, при миозе начинается нарушение кровотечения, во время беременности подкравливает женщины, никакие деценоны, потому что люцерна содержит витамин К, натуральный витамин К. Я даю, если это беременная женщина и на фоне тексоплазмоза она забеременела, тексоплазмоз всегда дает начавшиеся признаки начавшегося выкида. Постоянно она кровит всю беременность. Но женщина пролонгирует ее, то есть продолжает, не прерывает. Всю беременность я даю по 4 таблетки 3 раза в день. Если у женщины обильные 3-месячные, по 4 таблетки 3 раза в день. Можно разжевать? А на протяжении какого беременности? Нету. То есть это еда. Вы понимаете, это еда. Беременную женщину я даю до остановки кровотечения, а дальше я просто уменьшаю количество, я говорю, до родов и во время родов вы пьете продолжать люцерну, потому что это профилактика кровотечения в родах. Укрепляет сосудистую стенку, натуральный витамин К, деценон, то, что белькосов деценон? Это деценон. То есть люцерна чистят почву, то есть параллельно я даю разгрузку для мужчин и на почки, потому что у мужчин всегда есть проблемы с предстательной железой, у них всегда страдают почки. Почки страдают, поднимается давление. Начинается проблема и давление, и спина болит, и давление, и проблемы нижнего этажа. То есть люцерна. Обязательно программу я включаю. Лецитин. Лецитин у нас в организме есть. У всех абсолютно, у новоросного тоже. Недостаток лецитинов приводит к многим проблемам. То есть нарушается нервная проводимость, то же самое иннервации, чувствительность абсолютно и половых органов, и мужчин, и женщин. Вот то же самое, как в ручке. Вот стержень, он защищен корпусом. Если мы вытащим стержень из корпуса, стержень можно свернуть в бараний рог. Правильно? То есть лецитин создает вот этот корпус нашим нервным окончанием. Очень часто бывает, мы забываем, что происходит. Куда-то что-то положил, вспомнить не могу, где это? Только что положил. То есть у нас обрывки нервных окончаний, у нас нету защиты. Эта защита улучшает память, нормальная работа печени, жировые гипотозы, все, что происходит. Почему нужен лецитин? Потому что вся регуляция идет с головного мозга. В голове есть гипоталярус и в нем находятся ядра. Каждое ядро отвечает за определенный орган. Есть ядро, которое отвечает за нарушение репродуктивное.